Сегодняшняя линейка марки «Лада» состоит из машин сегмента «Б». На класс выше в Тольятти решили подняться наименее затратным путем, удлинив Весту на четверть метра. Так получилась модель «Лада Аура». «Аура» на стадии того, что скоро она станет серийной. Это если совсем коротко. Старт производства намечен на сентябрь этого года. Пока мы видим, что ничего не мешает для того, чтобы соблюсти этот график, в котором она находится. График, прямо скажем, жесткий и ускоренный, но тем не менее с оптимизмом все смотрят на то, что мы в этот график уложимся. Если старт производства в сентябре, мы надеемся, что до конца года автомобили уже появятся в официальной продаже с официально объявленной стоимостью. Некоторые ведомства еще в прошлом году успели обзавестись предсерийными экземплярами. Предполагается, что чиновники захотят максимальную комплектацию. Светло-серая кожа натуральная, большой экран мультимедиа продвинутый с Яндекс.Навигацией и всеми современными опциями. Все обогревы, климат-контроль, дополнительная шумоизоляция. Однако частниками и таксомоторными компаниями должен быть востребован более простой вариант. В терминологии известного агрегатора под тариф комфорт плюс. Тканевый салон не говорит о том, что он будет плохой, а он просто будет из другого материала, с хорошим дизайном точно так же. Одноцветная окраска салона имеется в виду, это серый графит будет, и карты дверей, и панель приборов. Не двухцветный, а одноцветный руль, также точно с обогревом. И мультимедиа уже будет семидюймовый небольшой экран. За последний квартал года «АвтоВАЗ» намерен собрать около трех тысяч машин, а дальше модель может развиваться даже в виде семейства с разными кузовами. Слух идеи суббренда, конечно, пока не произносят, но возможность такая заложена. Вполне возможно, вы обратите внимание, сзади надписи «Лада» нет, надписи только «Аура». А вот как будет развиваться, мы же с вами в какие времена живем, очень рассчитываем на положительную реакцию рынка, и дальше посмотрим она, какая будет, какие будут объемы производства, какие группы потребителей заявят свою потребность в этом. Под капотом «Ауры» пропишется 122-сильный мотор 1.8 в паре с китайским вариатором Вань Ли Янь. От идеи ставить двигатель 1.6 отказались. Очевидно, он оказался слаб.